Братцы, всем привет! Добро пожаловать на наш второй канал. Заинтересовало, да, наверное, название данного ролика? И реально, что же всё-таки можно снять на DJI Mini SE? Mini 2, тот же самый Mini первой модели. Это очень интересная и крутая штука, которую очень многие недооценивают. Поверьте мне на слово. Я вам сегодня покажу наглядно на наших примерах, что же всё-таки можно снять на такого рода дроны. Я ни в коем случае не буду вам говорить про профессиональные дроны или что-то около того. Нет, вот, Mini SE, и я покажу на наших примерах, что можно снять. Начнём с самого первого видео. Мы выезжали на московскую милю. Гонка суперкаров. Да, я, конечно, там тихую, находясь сзади трибун, подснял, как на ускорении уходят спортивные автомобили, сидя в машине, потому что охрана не разрешила. Ну уж очень хотелось. Это был мой самый первый полёт. Здесь минимум динамики и так далее. Я всё-таки учусь. Теперь видео номер два. Это Kia Carnival. Мы делали её обзор. И вот вам пару примеров, да, где наглядно можно увидеть. Дрон делает красивые записи ландшафта, крутится около машины. Кстати, здесь, да, все кадры были сделаны непосредственно на дрон. Я буду бегло вам рассказывать, чтобы вы не засыпали, чтобы у вас было представление чётко и ясно по поводу возможности Mini SE. Самое главное, берите три батареи, то есть набор комбо. Одной батареи вам на все эти прохваты на съёмках не хватит. Я, конечно, сомневаюсь, что сейчас это смотрят те, кто точно так же будут пилить автообзоры, оффроуды и прочее, но вы это можете применить на своей практике. Вдруг вы где-то там недвижимость снимаете, ещё что-то. Но не просто банально вот так вот вы пролетели, тихонечко сделали круговой обзор и всё. Нет, я говорю про динамичную съёмку. Mini SE может. Смотрим дальше. В этом видосе мы снимали Hyundai Creta, вот эту мировую премьеру, когда она дошла до России. Мы подсняли, конечно, пару кадров с обзора, но здесь очень было скучно, потому что и мало опыта было. Это первое. Второе. Вокруг были столбы. А как бы лететь боком, не видя того, что слева или справа от тебя, очень страшно. Потому что в один из кадров был момент, когда я прохожу, веду машину в кадре, и буквально вот так передо мной, перед камерой дрона пролетает столб. И я понимаю, что я был на грани. И дрону была бы хана. А представьте, он весит всего 249 грамм, и эти 249 грамм несутся со скоростью около 40-48 км в час. Приятная, да, наверное, картина? Дрон был бы в щепке. Hyundai Santa Fe. Мы также его применяли в съемке этого автомобиля. В обзоре очень круто было показано. Ну и также по оффроуду уже я начал пробовать. Но самое главное в поле, где ровная трава, никаких кустов. Потому что летя боком, держа объект в кадре, вы никогда в жизни не увидите, что находится с краю от вас. Вы можете помнить, вы можете смотреть, но вы этого не увидите. И не дай бог вы туда влетите. Дрон точно так же может быть либо уничтожен, либо просто пострадает. Но обратите внимание, какие крутые кадры. Машина несется на скорости... Ну ладно, не несется. Она просто едет на скорости до 50 км в час, а Mini SE делает красивые пролеты вокруг нее, вытворяя восьмерки. Еще одно видео, тот же Santa Fe, но здесь мы снимали его бездорожье. Пробы. Точно так же крутые кадры с воздуха, в динамике. Это самое вкусное и самое сочное, что может быть. Это сейчас, наверное, к любому, так скажем, киноделу я могу обратиться, начинающему. И показать, что все-таки может Mini SE. Ни в коем случае это не реклама, это только мой опыт. И я хочу вам лишь донести на что способен этот мелкий. А он наспособен на очень многое. Ну и, наверное, завершу это видео еще парой моментов. Infiniti QX50. Здесь мы делали крайне тонкую съемку. Она скучновата по той простой причине, что, видите, да, сейчас машина в кадре едет на дрон. Дрон летит задом. Я-то веду его глазами, если приглядеться, я сзади стою там в стороночке. Но очень страшно по той простой причине, что кругом были ветки и деревья. Следовательно, особо ты не покружишь и особо не полетаешь. Также было крайнее ограничение по высоте примерно метров 5-7. Потому что выше уже ветки. Следовательно, вот в такой локации пришлось снимать. Да, было страшно, но динамика опять же удалась. Потому что машина двигалась и двигались с этим мы. Наверное, на десерт. Мой самый любимый видос на данный момент, потому что круче пока что у нас не было. Infiniti QX80. Эту машину мы снимали где-то в районе Звенигорода. Посмотрите сейчас. Я прямо оставлю вот этот минутный ролик. Вперемешку, конечно, дрон с обычной камерой, с которой мы снимали. И с земли, и движение из другой машины. Но просто посмотрите. Я думаю, вы точно поймете, что Mini SE может делать крутые кадры. Субтитры создавал DimaTorzok. Это шикарно. Просто шикарно. Что здесь еще можно сказать? Субтитры создавал DimaTorzok. В целом на этом все. Я надеюсь, этот ролик вам был полезен. Братцы, если это так, подпишитесь, поставьте палец вверх. Также можете подписаться на наш инстаграм. Ссылку на него вот прям вот оно. Вот здесь вот высветилось. Оставляю вам огромное спасибо за просмотр. Mini SE действительно хороший труженик, который вам может помочь в ваших съемках. Либо, если вы просто куда-то улетели в отпуск с семьей, поможет вам отснять крутые кадры в качестве либо 1080p, 30 или 60 кадров, либо 30 кадров качества 2,7к. Всем пока!